Приветствую японцев! Если ты увлекаешься азиатской поп-музыкой, изучай корейский язык. А может быть ты хочешь узнать больше о восточном календаре и отпраздновать китайский Новый год. Тогда тебе тоже сюда. Восточные культуры – это отдельный, особый мир. Спросишь одно, а узнаешь десять. Вот, пожалуйста, да, это подход восточных людей к процессу обучения. То есть не бояться ставить себе цели, пробовать что-то новое и находить какие-то новые горизонты. Потому что востоковедение, оно безгранично. Каждый восточный язык отличается своей музыкальностью и разнообразием интонаций. Поэтому очень важно слышать оригинальное звучание. В этом тебе помогут носители языка, с которыми ты будешь заниматься на парах. В НГУ ты сможешь отточить навыки устного и письменного перевода. Но все-таки любой язык требует практики, и она не заставит себя долго ждать. Практически 80% или даже больше наших ребят к моменту окончания учебы по калавров, они уже могут похвастаться тем, что они побывали один или больше раз в стране изучаемого региона. Востоковедение тесно связано с африканистикой. Тебя научат читать и расшифровывать древние надписи. А Египет будет интересовать тебя не только как туриста, но и как лингвиста. У нас есть несколько курсов, которые подразумевают погружение в историю Африки. Можно заметить такую тенденцию, что Китай проводит активно политику мягкой силы и в том числе внедряется очень активно в ведущие регионы Африки. Поэтому здесь один восток встречается с другим востоком. Если ты все еще думаешь, что после востоковедения сможешь быть только переводчиком, то глубоко ошибаешься. Международный бизнес, преподавание языка, восточная медицина – те области, в которых ты тоже сможешь работать. Направление востоковедения и африканистика намного шире, чем просто изучение языка. Это и яркие традиции, и аутентичная культура, и, конечно же, люди, которые здесь учатся и работают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!